Друзья, приветствую вас на канале InvestFuture. Давайте обсудим главные новости из мира экономики и финансов за 12 ноября, это вторник. Если говорить об общем настроении на мировых рынках, оно довольно смешанное. Инвесторы ждут выступления президента Трампа в экономическом клубе Нью-Йорка и надеются получить какие-то сигналы по прогрессу в торговой войне. И также инвесторы ждут позже на этой неделе публичных высказываний от главы Федрезерва Джерома Паула, чтобы понять, все-таки планирует ли ФРС ставить понижение ставок на паузу или нет. Но вообще, если говорить об ожиданиях рынка на среднесрочную перспективу, выглядят они не очень позитивно. Именно об этом первая тема, которую я хочу с вами сегодня обсудить. Состоятельные клиенты во всем мире подготовились к обвалу рынков в 2020 году. Об этом говорит опрос, который провел швейцарский банк UBS среди своих обеспеченных клиентов, которые обладают капиталом более 1 млн долларов. На вопросы UBS ответили почти 3400 богачей и получается, что большая часть из них, порядка четверти своего капитала в настоящий момент держит в кэше, готовясь к грядущей распродаже на рынках в 2020 году. Почему будут снижаться рынки, на это есть две прогнозируемых причины и они вполне себе банальны – это эскалация торговой войны между США и Китаем, а также возможное распространение торговой войны на Европейский союз. И вторая причина – это президентские выборы в США, которые пройдут в 2020 году. При этом 4,5 опрошенных ждут роста волатильности на финансовых рынках в 2020 году и 55% считают, что нас поджидает очень сильная распродажа финансовых активов. При этом 60% опрошенных готовятся к тому, чтобы наращивать и дальше долю кэша в своем портфеле, то есть постепенно распродавать имеющиеся активы и держать наличные деньги, чтобы иметь возможность купить что-то по более выгодным ценам, и 62% готовятся к тому, чтобы усилить диверсификацию своих вложений. Но здесь нужно отметить, что опрошенные состоятельные клиенты UBS именно в краткосрочной перспективе видят риски на финансовых рынках, а если говорить о стабильности портфеля на горизонте 10 лет, то 70% рассчитывают получить хорошую доходность от своих инвестиций. Кстати, я напомню, что у меня было отдельное видео о перспективах кризиса в 2020 году. Если вас интересует этот вопрос и хочется понять, как реагировать на приближающийся кризис, как защитить свои активы, то посмотрите мое видео, ссылка на него есть в первом закрепленном комментарии внизу. Тема номер два. На Bloomberg вышла статья с интригующим заголовком «Опек может уронить цену на нефть до 45 долларов за баррель». В чем здесь дело? Я напомню, что в декабре 5-6 числа по традиции в Вене пройдет встреча ОПЕК+, но экономисты, с которыми побеседовал Bloomberg, тревожатся, потому что пока нет никаких признаков масштабных переговоров, которые обычно предваряют встречи ОПЕК+. При этом эксперты опасаются, что над рынком нависла перспектива избытка предложения нефти. Слишком большой объем производства в настоящий момент мы имеем. И предполагается, что в 2020 году запасы нефти вне ОПЕК будут расти в два раза быстрее, чем спрос на нефть. Во многом из-за нефтяных потоков из таких стран, как США, Бразилия и Норвегия. Таким образом, такая ситуация может спровоцировать обвал нефти в начале 2020 года, если ОПЕК не примет решение еще сильнее сократить объем добываемой нефти. А ключи здесь, как известно, находятся в руках в первую очередь Саудовской Аравии и России, которая в ОПЕК не входит, но тем не менее является важным участником этих переговоров. И, конечно, понятие ОПЕК+, без России вообще немыслимо. Здесь очень много инициативы с нашей стороны исходят. Ну и, например, в банке Morgan Stanley полагают, что если ОПЕК+, в декабре не объявят о масштабном сокращении объемов добычи, то нефть потеряет 30% и опустится до уровня 45 долларов за баррель. Похожие прогнозы озвучивают и другие банки. Например, Citibank и BNP Paribas ждут снижения нефти до уровня чуть выше 50 долларов за баррель. И в такой ситуации, конечно, пострадают в первую очередь страны-экспортеры нефти, которые уже сейчас испытывают трудности в экономике. Например, Венесуэла, Иран, Ирак, России, понятно, тоже такая ситуация на пользу не пойдет. Да и про ту же Саудовскую Аравию мы с вами тоже на днях говорили. Ну и одновременно это решение спровоцирует и замедление сланцевой добычи в США. Поэтому какое Соломоново решение примет ОПЕК, пока непонятно. Будем внимательно наблюдать. Продолжая тему нефтяного рынка, перейдем к следующему сюжету. Саудовская Аравия готовит IPO Saudi Aramco уже в самое ближайшее время. И был опубликован проспект IPO, который попал в распоряжение широкой прессы. И интересная деталь там была обнаружена. Саудовская Аравия оценила себестоимость российской нефти как самую дорогую в мире. И подсчитала, что она составляет более 40 долларов за баррель сорта Brent. При этом добыча российской нефти обходится дороже, чем нефть в США из Мексиканского залива. Тогда как себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской является самой низкой в мире. Порядка 17 долларов за баррель. Дороже, чем в России, добыча нефти находится на территории Казахстана. 46-51 в зависимости от того, добывают на суше или на море. И также на сухопутных проектах США. Там добыча обходится в 46 долларов за баррель. Ангола и Таиланд себестоимость порядка 50 на офшорных проектах. А также Азербайджан, Индия и Китай 55-60 долларов за баррель. Интересно, что в России ситуацию оценивают несколько иначе. Так, ранее заместитель министра энергетики Павел Сорокин говорил, что себестоимость российской нефти составляет всего лишь 25 долларов за баррель или даже меньше. А все остальное это налоговая нагрузка. И Росстат, например, предполагает, что во втором квартале 2019 года себестоимость российской нефти составила 2508 рублей за баррель. Это получается почти 32 доллара по среднему курсу квартала. Четвертая тема. Экономисты предупреждают. На рынке американского государственного долга появляются тревожные сигналы для российского рубля и российского фондового рынка. Что происходит? По мере того, как на рынке немножко схлынула напряженность, связанная с торговой войной и жестким вариантом Брекзита, мы видим, что инвесторы показали интерес к рисковым активам и наоборот стали потихонечку выходить из активов защитных. В результате мы видели снижение спроса на американские казначейские облигации, которые считаются традиционно самым надежным инструментом в мире. Цены на облигации снижаются, а доходность наоборот начинает расти. И уже в ноябре мы увидели рост доходности по 10-летним американским бандам на 25 базисных пунктов. Сейчас доходность находится близко к такому важному психологическому барьеру в 2%. И, допустим, аналитики банка ING предположили, что если доходность 10-леток превысит все-таки 2%, это уровни, которых мы не видели с начала августа 2019 года, как раз вот с момента эскалации торговой войны в начале августа, если мы превысим 2%, то вероятен рост доллара по отношению в первую очередь к японской иене, не потому, что там очень сильна корреляция с доходностью американских госбумаг, а также рост доходности по 10-летним трешерис выше 2% может подорвать ралли на рынке облигаций развивающихся рынков и, как следствие, привести к снижению курса бразильского реала, мексиканского песо, южноафриканского ранда и российского рубля. Пятая тема. Знаете ли вы, как заработать 38 миллиардов долларов за один день? Я думаю, что вы не знаете, я тоже, а вот компания Alibaba знает. Дело в том, что 11 ноября в Китае традиционно отмечается День холостяка, ну, если более правильно говорить, то День всех одиноких людей. Считается, что именно 4 единицы в дате символизируют тотальное одиночество китайских холостяков. И эта дата считается традиционно позитивной для новых знакомств и завязывания отношений. И китайские торговые сети стали несколько лет назад проводить регулярные распродажи в эти дни. Так вот, компания Alibaba 11 ноября 2019 года была настолько эффективна, что побила собственный рекорд, нарастив объем продаж за один день на 26% и побила по объему отметку в 38 миллиардов долларов всего лишь за одни сутки. При этом достаточно интересно, что компания в этом году сделала ставки на то, что представители магазинов и медийные персоны в прямом эфире на площадке, соответственно, на площадках Alibaba рассказывали о продуктах, которые они предлагают. Например, там Ким Кардашьян известная анонсировала выпуск на площадке Тимол своего парфюмерного аромата. Это все вызывает большой ажиотаж. У особенно китайцев, которые являются людьми такими очень в этом смысле пассионарными и верными своим кумирам. И вот это все спровоцировало очень хороший финансовый результат. Интересная история, но аналитики в целом продолжают позитивно смотреть на бумаги. Alibaba, так, например, в британском банке HCBC рекомендуют покупать акции. Им недавно повысили цель по бумагам с уровня 230 до уровня 233. То есть предполагается, что в течение ближайших 12 месяцев бумаги могут подорожать на 25%. Ну и, собственно, в банке полагают, что ничто не угрожает доминированию онлайн-гиганта на розничном рынке Китая. В первую очередь потому, что Alibaba представляет максимально различную палитру брендов. В этом смысле конкурировать с компанией пока кому-либо очень сложно. Друзья, сегодня утром у нас на канале вышел ролик о том, как работает автоследование, стоит ли начинающему инвестору пользоваться этой услугой. Очень много комментариев. К сожалению, по большей части это комментарии с негативным опытом наших подписчиков. Я хочу несколько из них для вас зачитать. Ну вот, например, Петр пишет конкретный развод. У мамы 70 тысяч убытка от 300 тысяч рублей за два года. 65 тысяч комиссиями. Получается, что график трейдера совершенно отличается от графика клиента. Там комиссии не учитываются. Только негатив от Финамо. Подбор стратегии менеджером ужасный. Обходите эту мошенническую контору. Ну, я уже говорила, что у меня претензии не к компании Финамо конкретно. Но меня просто немножко смущает именно сама услуга автоследования для начинающих. Белла пишет. Я три года пользуюсь сервером. По одному из счетов 300% зафиксировала в этом году. Но не скажу, что за стратегия. А то у вас добавится много и будет проскальзывание. Кстати, я комиссию плачу всего 3%. Да и по самой крутой стратегии, которую я так и не рискнула подключить. Хотя мне ее предлагали, когда только запустили. Не больше 6% в год. Но это спасибо менеджеру, который мне, когда я только пришла, подсказал, как правильно работать. И сразу объяснил, что это лет на 10-15 будет, если я хочу реально чего-то достичь. И если мне что-то предлагают, то подробно рассказывают, на чем работает автор, когда пополнять или какой тариф поставить. Кира, а вы пользуетесь им сами. Интересно было бы посмотреть статистику ваших доходов за несколько лет. Да и подписаться на человека, который ведет блог и объясняет, как принимать решения, лучше, чем довериться неизвестному автору. Нет, я услугами автоследования не пользуюсь и больше того, я сама свои торговые сигналы никому не предлагаю. Копировать я занимаюсь индивидуальным инвестированием. И у меня на канале есть рубрика «Инвест-шоу», в рамках которой можно посмотреть на те сделки, которые я совершаю. Но это не инвестиционные рекомендации. Еще раз повторюсь. Иван пишет. В начале своего пути инвестора попал на ПАМ-счета. Заработал за полгода около 80%. Потом начал разбираться и понял, что мне просто повезло, что не слил к хренам весь депозит. Деньги, разумеется, вывел. Но про ПАМ-счета вообще очень много негатива есть в комментариях. И он вполне обоснованный. Юрий вопрошает. Смысл в автоследовании? Интерес какой? С ним в рынке никогда не разберешься. Тут за выходные аж ломка, когда рынок не работает. Даже если ничего не покупаешь, продаешь. Все равно наблюдать за рынком интересно. По скриптуму трейдер, чьи сделки копируются, обладает большим капиталом. Заходит в пользу на большую сумму. У него всегда есть кэш, чтобы отыграть убыток. А у вас? Я согласна очень с этой мыслью. И напоследок в выпуске новостей в понедельник. Мы с вами говорили о скандале с убытками компании БКС. С нами связались представители компании и дали ссылку на ответ в письменной форме на эту историю. И давайте я для того, чтобы вы смогли самостоятельно составить свое объективное мнение, ссылку на этот ответ от представителей компании также оставлю в первом закрепленном комментарии. Спасибо, друзья. На этом у меня все. Я благодарна вам за то, что вы досмотрели это видео до конца. Присоединяйтесь к нашим социальным сетям. Ссылки есть в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. Показывайте наши ролики своим друзьям. В первом закрепленном комментарии будет много полезных ссылок на видео, которые могут вам понравиться. Ну и я жду встречи с вами в наших следующих роликах, которые выходят здесь каждый день или даже чаще. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture.